Привет, поднебесные львы! С вами проект Моэ Тай Сикея и я Варченко Виталий. В этом видео я хочу вам показать очень необычные и в своем роде уникальные поединки, которые я бы назвал вселенской рубкой поднебесных воинов. Сегодня мы не увидим мастеров кунг-фу и их друзей, и слава богу, а то пришлось бы вызывать катафалки. Но зато мы увидим реальных пацанов, а вернее сказать бойцов, а еще точнее реальных мастеров. Хотя у нас их таковыми не считают, а все ищут каких-то тибетских монахов. Хотя реальные мастера есть в каждом нормальном зале. Но я отошел от видео. Сейчас я вам объясню, что это за соревнования, их правила и какую жесткую рубку мы будем с вами наблюдать. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падок, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Итак, прежде всего хочу сказать название турнира. Это Thermopile Team Combat, если я правильно прочитал. Но название я напишу, так что расшифруйте как хотите. А смотреть мы будем уже финал, то есть борьбу за первое место и право представлять страну на первом международном турнире именно по этой новой дисциплине. А точнее сказать формату боев. А в финале сошлись команда из Краснодара Кузня и команда из Челябинска Учкур. Кстати, хочется сказать, весь турнир проходил за один день. То есть эти две команды уже провели по два боя с такими же командами. Четверть и полуфиналы. И это уже их третий бой за сегодня. Теперь расскажу про правила и формат. Бои проходят по правилам K1, то есть никакой возни в клинче и особенно в партере. Только удары и только хардкор. Но очень интересен сам формат боя. Лично мне он очень понравился своей жесткостью. Итак, по порядку. Каждая команда выставляет по четыре бойца, но одновременно дерутся только двое, то есть один на один. Остальные стоят и ждут свою очередь. Бой длится один раунд пять минут или до нокаута. Если нокаута не было, то через пять минут судьи определяют победителя. А проигравший уходит с ринга, оставляя свою команду в меньшинстве. А победитель остается и уже дерется против второго соперника. Но правилами оговорено, что боец сам может прекратить бой. Это делается для того, чтобы воин не упал сам от изнемождения или не получил серьезный нокаут, когда уже будет драться, например, с третьим или с четвертым бойцом подряд. Вот таким образом побеждает та команда, бойцы которой останутся в ринге. В этом, на мой взгляд, очень интересном формате есть много положительных моментов. Мощный боец может выносить не одного, а несколько соперников. Также бойцы должны проявить огромный характер и стойкость, когда, например, остается один против троих или невероятную физуху, когда один рубится со вторым, с третьим по очереди, которые выходят свежие, а он без отдыха на характере пытается всех вынести. Кстати, это все вы увидите в этом бою, который лично мне очень понравился. Хотелось бы также обратить ваше внимание на первого бойца из кузни по фамилии Никитенко, который работает в очень классной манере чистого тайца. Принимает на себя кучу ударов, но потом отвечает взрывными силовыми ударами или короткими сериями. Конечно, такая манера требует держалку звездного носорога и выносливость сказочного буйвола, но пацан просто красавчик, так отработать против троих это реально дорога на Глори. Я и сам в молодости очень любил такую манеру боя, правда голова потом спасибо не говорит. В общем, дальше мы послушаем комментаторов, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Пускай посмотрят, что такое реальная заруба. А если тебе зашел такой формат, обязательно пиши в комментарии, чтобы я сделал обзоры уже на чемпионат мира. Ну а если ты хочешь так же рубиться, как бессмертный тигр, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Приятного просмотра и настойчивости в тренировках! И боковые, аватарина свистанул один разов Никитенко и тут же сразу подсел Дахман. Удар в корпус и дождь, еще в прыжке. Да, Дахман работает как со спарринг-партнером на тренировке, как будто бережет его. Советуют не выматываться Никитенко, тут в принципе все понятно в этом бою сейчас. Николай спокойненько подкрадывается своему оппоненту, наносит ему два-три жестких удара и то сразу как-то увядают. Вот пытался сейчас Дахман что-то хинтить, обманывать, но тут такое ломовую силе еще включает Никитенко просто. Честно, что человек с закалем, сечем, закалем. Да, очень интересно историю, конечно, Николая Никитенко посмотреть, из какого вида спорта. Ну вот тут, да, как бы сейчас без вариантов. Среди победы празднует команда «Куся». Покинайте, ребята! Внимательно! Любимец публики Евгений Зубарев. Да, он сейчас найдет коса на камень. Евгений тот боец, в которого будет сложно попасть. Подскользнулся, мне кажется, Никитенко. Даже если сейчас Зубарев сможет Никитенко элиминировать, это, конечно, будет огромным достижением. Да, этот паренек уже заявил о себе. А если он еще сейчас сможет хороший бой противопоставить Николаю Никитенко, то я думаю, мы его увидим еще в смешных наборных и не раз. И на тормопау Тим Комбер мы тоже увидим и одевается. Ой-ой-ой, какой мощный удар! Все, это нокаут. Это тяжелый нокаут. К сожалению, да, для Евгения Зубарева все закончилось. Никитенко буквально срубил его. Для этого молодого парня турнир закончился. А для его команды пока все еще продолжается. Пока еще двое у них. Я же Почернов. Им стоять до конца. Против всего набора Кузни. Никитенко уже сегодняшний вечер победил скольких пятерых соперников. Да, ведь он же сам ушел в четвертьфинале, получается. Да, да, да. То есть уже пять человек он вынес. Вот интересно, будут ли вести организаторы личную статистику каждого бойца. Это ведь тоже достаточно интересно. Хотя и понятно, что некоторые уходили там, ну, по своей воле с фермопила. Но лично статистике это тоже интересно. Когда-нибудь там через пару-тройку лет, когда там Никитенко, допустим, с рекордом 20-0 будет выходить в составе Кузня. Вот мы видим, что сейчас немножечко более свежий князик пытается Никитенко поджать. Ну, это и того нисколько не смущает. Да, Никитенко очень много готов принимать ударов на себя. Его не пугают вот эти вот серии, которые на него обрушивают. Он спокойно ставит блок и принимает на себя два, три, четыре, пять, десять ударов. А потом бьет. А потом бьет так, что да, люди падают. Пытается-пытается князев сейчас его переиграть. Ну да, ведь по каузу сегодняшний вечер никому чисто победить Никитенко не удавалось. И это прямо даже не попытка. Очень правильное оружие Кузня, конечно, в финале запустила сразу. То есть танк из своего выставили. Да, Никитенко если не побеждает, то изматывает. Но пока побеждает. Да, такой-с такой куча там дамага он в себя принял, если вырадаться геймерским языком. Ну и стоит, стоит, выматывает оппонента. Друг уничтожил. Две минуты сорок секунд у нас осталось. Ох, какой мощный удар. И что, и третьего Никитенко сейчас и сможет срубить. Настоящий панчер, просто настоящий панчер. Такой, один выстрел, одна победа. Просто усыпляет бдительность соперника. Он, чтобы удары принимать на себя, казалось, уже плывет. Только князев да, чуть-чуть расслабляется, но такая вот сразу колотуха прилетает. Если ты не успел защиту поставить, то все, до свидания. Удар, конечно, просто очень мощный. Ну вот решил князев идти в атаку. Никитенко вообще не потрясен. Но он просто, конечно, устал. Он готов выдержать, я не понимаю. Он устал, конечно, безумно. И снова опять это колотуха Никитенко в бою. Принимает и бьет, принимает и бьет, и опять бьет. Да что же это такое? Страшенные удары абсолютно у Никитенко. Как он сохраняет силы к третьему бою? Если он сейчас нокаутирует третьего соперника, ну, я не знаю, это... Это самый, да, главный герой будет сегодняшнего вообще турнира. А он сейчас это сделает! Отпустил он немножко князева. Да, такими темпами, я думаю, что мы Виктора Колесника просто не увидим, к сожалению, на этом турнире. Он третий в своей команде. А то б Никитенко один за всех готов, по-моему, отработать. Не было попадания сейчас. Вот так подскользнулся немножко князев. Бэкфист от Никитенко. И вот опять эти крюки страшенные. Его главное оружие – апперкот. Лицо и удары Никитенко напоминают какие-то кадры из фильма. Такое ощущение, что он уже 15 раундов. На самом деле так и есть практически. Ну да, это шестой бой Николая Никитенко на турнире. Да, практически каждые по 5 минут. Шатает, шатает над князевыми ударами. Сумасшедший дом, конечно. Николай Никитенко опять что делает. И сбивает он просто князева. И звучит горд. Но, похоже, да. Никитенко – это, конечно, открытие. Этого турнира. Сразу же. Да, отпускает. Николай Никитенко 6-0 вышел из Тормопала. Просто человек, который один против всех просто. Ну и остается Илья Чернов. Против него выходит Максим Логинов. Да, Илья Чернов еще не повержен сегодня ни разу. Да, против него такие вот три монстра стоят ударных стилей. Максим Логинов, Виктор Колесник, Илья Фрейманов. Что я не знаю, какое чудо нужно совершить Чернову. Вот если бы сейчас Никитенко стоял в ринге против трех бойцов из Кузи, я бы еще поверил в чудо, наверное. Да, Никитенко свое чудо уже сотворил. Да, шесть боев, шесть побед. Если есть тут какие-то отдельные бонусы лучшему бойцу, там, приз какой-то, чемпионский отдельный поезд, то было бы, конечно, его Никитенко справедливо вручить. Человек, который сделал вообще просто все. Да, полуфинал прошел без него, но, дорогие друзья, это главное лицо Чернов финала и главный боец финала. Если только, конечно, сейчас Чернов не совершит оффсет года, не вынесет трех бойцов в Кузне, каждый из которых титулованнее его. Тебе, это МВП сегодняшнего турнира определен. Ну что ж, Чернов, да, за весь Учпур, за весь Челябинск сейчас. Бьется он против Кузне. Хорошая, хорошая серия пробивает Чернов. Попал, попал Чернов. Потрясает он, Ногинова. Да, очень интересно, какие, конечно, мысли в голове сейчас у последнего оставшегося бойца. Понимает он, что за спиной уже никого нету. Перед тобой три супер-титулованных ударника. И вот мне кажется, надо просто на институтах драться, отключить все мысли. Все, что учили, просто все, что должно. Ярость какую-то врубить. На технике, потому что ты этих троих не перерубишь никогда. Один. Ни при каких раскладах. Но какая-то запредельная агрессия, самоотдача, где-то немножко везения. Да, пока равный поединок. Ну да, поединок равный, согласен с вами Роман. Но вот кое-где чуть-чуть поточнее все-таки Чернов. Не то, чтобы мы болели здесь за кого-то, но все-таки хочется финал упорно увидеть. Стоп, 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 внимательно. Внимательно. Бой! Давай, давай, Марк. Одной дольше, внимательно. Внимательно, Карьяга. Основный, вот, в руках. Возьми, правый. Бой! Сюда, сюда, сюда. И вот, иди. И швуки. Давай, давай, давай. Давай, давай. Да, если сейчас Илья Чернов победит в этом поединке, то, конечно, на монстра выйдет. Да, давай хотя бы колесника увидим. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Старается, старается Чернов. И чашу Лисов склонить свою пользу. Идет он в атаку на последних секундах. Несколько хороших, мощных оплевух отвешивает он своему оппоненту. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Будет опять Карьяга. Все, Карьяга будет. Да, 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 да. Стараются бойцы клуба Кузнецов сказать своему товарищу что-то. Видимо, хотят они здесь и сейчас все закончить, чтобы Максим Логинов красиво и разгромно завершил этот поединок. Но с этим не согласен Илья Чернов. Может быть, мы увидим комбак, который сотворил Михаил Дорошенко. И даже это будет даже круче, потому что Дорошенко двоих сумел вынести. А Чернову предстоит драться с тремя. Стоп, стоп, стоп. Да, если команда стоп. Давай, давай, давай. Несколько секунд пока, чтобы перевести дыхание. Хорошая двоечка удаётся Чернову. Стараются ему отвечать Логинов. Видимо, что и Фрейманов, и Колесник, они всей душой в этом поединке, они там разминаются вовсюд. Понимают они, что есть такой вариант, что им придётся менять Логинова. И так, да, удаётся, удаётся Чернову элиминировать Логинова. И сейчас мы наконец-то увидим Виктора Колесника. Это очень известный боец смешанных единоборств. Многократный чемпион России по АРБ. Вы знаете, вот в М1 в промоушене он выступает 265 килограмма. А здесь мы видим, что как награл он, видимо, специально для этого турнира. И килограмм так все 80, а то может быть и даже 85. И так он бодро начинает этот поединок. Обрушивает на своего оппонента сразу. И лоу-кики мощнейший. И витер. В своём крайнем бою с промоушеном 1. Он лоу-киками умудрился ногу сломать своему оппоненту. Поэтому вы понимаете, что сейчас за монстр вырвался против Ильи Чернова. Но тому ничего не остаётся, как мужескино терпеть эти удары и идти вперёд. Могу просто свалить Николая Колесника. Старается его зарядиться. Прочувствует свою оппоненту, зарядиться на одну атаку. Удаётся ему поджать Колесника в угол. Дорога Виктора тут же из ног вырвается. Илья Крайманов. С одной стороны, враги хочет ворваться с бой, но правилами это запрещено. И пока ему нельзя биться. Ждёт он в своей очереди. Может случиться и так, что удастся. Чернову совершить чудо. И тогда мы увидим финальную битву между Фреймановым и им. Колесник наносит бэкфист, но приходится он в защиту. И тут же Чернов старается его на ошибке поймать. Наносит несколько боковых. Уже был удар внизу пояса. Колесник восстанавливается. Видим. В пятой паузе пользуется Черновская. Умерим на два силы. Ну что ж, это финальная схватка, дорогие друзья. Решивается здесь и сейчас. Уже из последних сил Чернов пытался пробить в печень с разворота. Колесник всё видел. Отбадривает, подбадривает бойцы клуба и шкурсовые товарищи по команде. И это придаёт ему ещё немного сил идти вперёд. Колесник после такой вот кавалерийской атаки вначале немножко стал более расчётливый вискиболь. Понимает о том, что Чернов не прост, не удалось его срудить на первых же секундах. Отличный, отличный удар с разворотом. Но приходится он в защиту. Немножко непривычно человека, который в 65 выступает в М1, видит, да, здесь вот это практически в своей категории до 90. Видно, что не так он, прямо, быстро, потому что немножко лишнего веса есть. Но мощь при этом вся при нём. Все удары его очень жёсткие. А Чернов уже бьётся просто из последних сил. Ну, у него весь... Получается её в голову. Но у него есть расчёт теперь только на то, чтобы если он попадёт колесник, ну так, что колесник упадёт. Нет, ну я вам скажу, если Чернов просто достоит, это... Ну да, это тоже достоит. Это второй для него поединок, вторая пятиминутка. И если он её достоит против Виктора Колесника, это, конечно, более чем достоинно. Да, очень много, очень много бойцов с характером. Особенно мы увидели сегодня на термопауте Дим-Комбах. Как воинов настоящих, соколённых, отважных. Дим-Комбах! Ура! Вика! Дим-Комбах! ПОДПИШИСЬ! Чернов активизировался. Здорово уходит от удара Чернов. Ну что, сейчас все решится. Сможет ли Чернов что-то сделать? Безумно устал, конечно, измотан, избит. Это был настоящий марафон сегодня. Свердушка бьет колесник и сбивает своего оппонента. И совпадает этот удар с ударом гонка. Ну что, дорогие друзья, думаете, что все ясно? Ну вы что, товарищи судьи? Чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Наеду празднует Кустя!